Шесть активистов российского движения школьников из села Ома отправились во Всероссийский детский центр «Орленок». Ребята стали победителями конкурса «Время действует» и теперь проведут смену в легендарном месте. Наш корреспондент проводил активистов. На стойке регистрация старшеклассники из омской школы. Еще каких-то 40 минут и крылатая машина унесет их из-за полярной зимы обратно в лето. Во Всероссийском детском центре «Орленок» они проведут целую смену 21 день. Десятиклассница Настя Пырерко до сих пор не верит, что им удалось победить в конкурсе и попасть в число лучших 50 команд из 130 участников. Я не поверила вообще. Я думала, это какой-то развод сначала. Но потом, когда мне официально уже пришло подтверждение, я уже поверила. Я была в шоке немного. Далина Чупрова, напротив, была уверена в победе и ни на минуту не сомневалась, что она и ее товарищи достойны поездки в «Орленок». Хотелось бы обменяться опытом с другими регионами, с другими школами, привести новые идеи в свою школу, также новые знакомства, это всегда хорошо. И положительные эмоции, отдых, учеба тоже, посмотреть, как учатся в других школах. На первом этапе ребята, участники Всероссийского движения школьников, отправляли свои портфолио. Затем представили в жюри презентацию о своем селе. В общем-то, мы даже не сомневались, мне кажется, в этом. Потому что ребят мы взяли таких, мы же смотрим, уже такое портфолио, и всероссийский уровень есть, и региональный, и межрегиональный у нас, и не призеры, и победители. А наше село, в общем-то, тоже по критериям оценим, мы посмотрели, мы так достойно и представили. Поездка во Всероссийский детский центр для сельских школьников стала возможна благодаря финансовой поддержке из окружного бюджета. Дорога до места и обратно оплачивалась в рамках окружной программы «Молодежь Ненецкого округа». А пребывание победителей конкурса «Время действовать» финансируется государством.